Десятки сотрудников московского метро были уволены с работой в связи с тем, что они участвовали в акциях в поддержку Алексея Навального. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, загляните в описании к ролику, к этому ролику, если решите поддержать мой труд. Вышел я тут проветриться со своими восемью сломанными ребрами и грудиной, не путать с грудинкой, она несъедобна. И узнаю тут новость, что Антон Фургал, сын народного губернатора Сергея Фургала, Хабаровского края, человека, которого держат в тюрьме совершенно неправосудно, Антон Фургал идет баллотироваться в Госдуму РФ на грядущих выборах. Ситуация будет, безусловно, интересная. И хочу вам сказать, что в борьбе с кремлевскими маразматиками у Антона Фургала шансы очень высоки. Став депутатом, он получает неприкосновенность, он получает возможность говорить громко и открыто. И, безусловно, конечно, он будет пользоваться мощной народной поддержкой, это совершенно однозначно. Вот станция метро Баррикадная, трое из ларца, одинаковых с лица, отворачиваются стыдно. Господи, как же мне плохо, дорогие друзья. Ну да ладно. Между тем, Владимир Путин допустил удивительные оговорочки. Оговорочки не просто по Фрейду, а там не знаю по кому. Во-первых, он заговорил об арабо-израильском конфликте и сообщил, что это в непосредственной близости от наших границ. Нацлидер, да? Какой такой нации, спросите вы? Вот. Ну, в общем, на самом деле я повторюсь, я действительно сторонник мира, мирного разрешения. В Израиле семь человек погибло с палестинской стороны, говорят, о 119 погибших. Было выпущено более 1600 ракет палестинской стороной, и это ужасно, все, что там происходит. Но либо с географией Нелады, либо он уже проговаривается по полной программе, что мы что, колония Израиля? Ну, или Израиль назначен управлять нами. А вторая оговорка связана, знаете, с возвращением на место преступления. Потому что он взял Путин и заговорил о том, что они какие-то силы, какие-то силы, непонятно какие силы, берут и делают Украину антирусским и антироссийским государством. Но эта оговорка действительно по Фрейду тянет на место преступления, потому что кто как не Путин, а до него ельцинский режим, не сделали все, чтобы Украина превратилась в откровенно антироссийское государство. А прекрасные события, связанные с ДНР, ЛНР и Крым нашим, они прибавили значительно градус любви к путинскому и Рафистану, просто вот я, естественно, шучу. В то же время хочу сказать, что простые украинцы, они в большинстве своем как не были антирусскими, так ими не стали, и слава богу. Но антипутинцами стали точно. Что ж, вот такие вот дела, друзья, очень плохо себя чувствую, но вышел вас проведать и показать вам виды Москвы весенней. На самом деле, приятная погодка, сейчас вот самая приятная температура, не жарко, не холодно. Но дальше, говорят, будет даже жара в Москве, вот. Я бы выбрался и уехал бы в свою глухоманье, там бы тихо отлеживался, но не знаю. Загляните, пожалуйста, друзья, очень глушат предыдущие ролики мои и стримы, где мы с Владимиром Залещаком выходили в одиночные пикеты к Пенсионному фонду, а затем и к этому Банку Россия, Банку Россия, который на самом деле не подчиняется Российской Федерации. Вот, Центробанк с Набиулиной. Что ж, еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите мой труд, друзья, я в этом реально нуждаюсь, как независимый и честный журналист. А тут еще и страдалец с множественными переломами восьми ребер и одной грудины, не путать с грудинкой. Что ж, хорошего вам всем настроения и помогай нам всем Бог. Доброго вечера.